Начнешь повторяться. Не надо. Я повторяюсь постоянно. Жизнь повторяется. Жизнь повторяется. Слишком много снимаю. Нужны таблетки мне, чтобы снять усталость. Таблетки? В выходные дни это хорошие таблетки. Ну чё, удалось подписаться на мой канал? Не удалось. Два раза обещал подписаться. На платный ты имеешь? Конечно. На платный пока сэкономил. Сэкономил? А я ж смотрю. Каждый день смотрю. А Баулин не подписался. На платный все пропало. Откат будет? Я тебе плачу две тысячи. Ты мне тысячу обратно. Понятно, понятно. Ладно. Ну говоришь, почему бы не откатить? Зато я в пиаре буду использовать. Даже Баулин ни хрена не знал, что делать. Пока не подписался. Это же пиар. Подпишусь, подпишусь. Если я это привлечу, подпишусь. Прямо в ближайшее время. Так, ладно. Начнем. Предлагаю, сегодня особо ничего не поменялось. Ну да, я тоже так понимаю. Неделя закрывается черной свечкой по американским индексам. О, это еще трудно сказать. Если сегодня не будет чуда. Если чуда не будет, то первая неделя. Это катастрофа? Нет. Почему? Потому что катастрофа. Люди любят слово катастрофа. Потому что так легче продавать видео. Это катастрофа, скажи. Я не скажу, что это катастрофа. Ну сам придумай что-нибудь. У тебя американские секции остались сейчас? Держу почти все американские, не сокращал. И по России, в принципе. Какие держишь? Не все же. Даже купил еще Vertex Pharmaceutical. Ну мы уже пишем или еще нет? Да, да, да. Уже пишем, да? Ну скажи. Я уже пишу давно уже. Ничего себе. Мы так фривольно себя ведем. Надо было напряженно более. Нет, ну как. И по России 50 на 50. Пока держу половину акций, половину облигаций. Это моя нейтральная позиция. Не жду как. Жду снижения, но не сейчас. Когда все ждут, то оно вряд ли происходит. Ну и глобально ничего не происходит на рынке. Вот неделя прошла, что изменилось? Ну может быть Америка закроется, закроет неделю в минус. Россия нейтральна. Можно отметить, что всякие, так сказать, пампы возникают на рынке. Да? И уже не только на американском, но на нашем. Вот что-нибудь следующее могут запампить. Не особенно тяжелое, да? Киви можно запампить? Киви? По моей просьбе. По твоей просьбе? Ну не знаю. И мне кажется, совкомплот пойдет более, так сказать, интенсивно, чем Киви. Понятно. Ну как это в Макареевиче песня. А с нами ничего не происходит? Время что-нибудь произойдет. И сильнее отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от минувшего дня. Из оттуда же, да? Да. Ну что же получается. Из хунты. Раз ждут падения, то его не будет, скорее всего. Ну да, оно будет, но тогда, когда все не ждут. Падения, если коррекция может быть, да, падения, наверное, не будет. Ну, мне кажется, пока не приняли пакет, вот американцы, да, очередной, когда 26 числа собираются там голосовать. Вот до того момента рынок, скорее всего, подать не будет. Может быть, по факту потом немножко откорректируется. Ну, я, во всяком случае, всю Америку пока держу, вот, да и Россию, в принципе, держу, ничего не продаю. Ничего не покупаю, ничего не продаю. Убритворяюсь. А чего ты держишь в России? Тем, что есть. Ну, у меня традиционное все. Сургут, Мэйл, Газпром, Сбербанк сейчас. Может, мы переложим сюда? Мосбиржа. Перетручим по фельдчику, все в киви и вложим сюда. Перетручим в киви? Ну, это киви только для вас. Надо немножко подняться. Надо помочь хорошему человеку. На такие импетенты больше пяти. А кто хороший? Владелец киви? Я хороший. Я купил киви. Думаю, он придет поволен, поможет плетчикам. Ну, не знаю. Твой, когда телеграм-канал будет сто тысяч подписчиков, ты легко сможешь, так сказать, пропагандировать киви. А кто мне будет передач носить? Фронт ранить рынок. Кто? Передачи будет носить? У такого канала телеграм? Кто-нибудь, не знаю. Ну вот. Лучше не попадать. Да, ЦБ у нас, я думаю, более жестко будет подходить, чем даже американские регуляторы таким делом. Вот. По поводу Сбербанка что ты думаешь? По поводу Сбербанка. Ну, не резиденты пока не выходят из нашего рынка. Поэтому Сбербанк, я думаю, так же, наравне с рынком сейчас будет себя чувствовать. Плохого ничего не происходит. Хорошего, в принципе, наверное, тоже много. Ну, много не происходит. Нейтрально. Весь рынок нейтральный. Скорее всего, индексы мы не увидим по индексам большого изменения. Сейчас 3400 ММВБ, да, начало года было 3300. Выросли мы на 3%, грубо, плюс-минус. Ну, 3500 уже было. Ну, вот эти уровни, 3300, 3500, скорее всего, они продержатся еще на горизонте пары недель. Понятно. То есть, сейчас 3 дня пропадали, а сегодня попытка роста, как я понимаю? Ну, мы попадали. Нельзя это назвать, попадали. Все это вот, ну, нейтрально все. Не вижу. Что-то упало, что-то выросло. Ну, короче, пилообразное. Пилообразное, да. Пилообразное. Пилообразное движение, то есть... Газпром. Рынок дрейфует, можно сказать. Газпром, верю, что будет 250, но, возможно, через заход вниз. Газпром у меня есть. Пока продавать не собираюсь. Вдруг какие-то новости придут с того, что Северный поток не будет подвергнут дальнейшим санкциям, тоже это не исключаю. Да, если с Ираном хотят вступать в переговоры, то почему бы какую-нибудь мягкую, так сказать, фразу не сказать про Россию и Северный поток? Тоже вполне допускаю. Поэтому надо, наверное, держать, увеличивать позиции. Смысла тоже не вижу. Нет такого вот прям драйверов каких-то, чтобы рынок вырос на 10-20%. Магнит не разочаровал после своей презентации? Ну, как, презентация-то, в принципе, хорошая. Котировки двинулись чуть-чуть в другую сторону после презентации. Ну, дивиденды сохраняют. Доходность хорошая дивидендная. Долгов, правда, много. Дождусь своей цены, я думаю, 5700 все-таки по магниту я дождусь. Не знаю, 6500 вот здесь я уже подумаю. У меня план был двумя частями продавать. Посмотрим, что будет, когда первый уровень будет достигнут. Пока держу и не боюсь. В принципе, люди меньше кушать не станут, наверное. Вот они уже, если и стали, то уже. Московская биржа. Московская биржа. Ну, тоже нейтральная история. Вот здесь, наверное, Московская биржа – это моя самая лучшая инвестиция в прошлом году. Несколько раз мне удавалось из нее выйти и снова зайти на 10 рублей дешевле. Сейчас, в принципе, если 170 сходит, наверное, попробую то же самое сделать. То есть, роста количества клиентов такого, как было в прошлом году, в этом году, скорее всего, не будет по Московской бирже. Поэтому такие уровни, там, 150-170, может быть, 150-180, мне кажется, диапазон справедливый для Мосбиржи текущей. Близко к верхней границе продавай, сходит к нижней границе, снова покупай. Вот я для себя, для себя определяю, никому не советую следовать за мной. Каждый должен на своей инвестиционной стратегии сходить. Конечно. А по поводу Роснефти что-то хочешь сказать? Ну, я уже в прошлый раз сказал, не люблю просто, и все. Пусть растет без меня, я не люблю. По поводу Ростелекома? Ростелекома, ну, пампят все Ростелеком, да, что там, типа, какая-то презентация, дивиденды могут повысить. Ну, Ростелеком, ты же, у меня, год назад, ты же держатель Ростелекома, насколько я знаю. Ну, я не считаю, что давайте, нет. Вот, это как хорошая облигация с вечно растущей границе, с потенциально растущей дороги. Ну, я уже говорю, что Ростелеком, я буду на дно рынка российских. Ну, Ростелеком. Ростелеком сейчас стоит, там, 100 с чем-то рублей, да, я даже, ты уж не следил, 110, наверное, сколько он сейчас стоит. Был 300. Были такие цены, 300 по Ростелекому? Сколько, 10 лет, 12 лет назад? Ну, я не помню, ну, были. Ну, как, были, были. Так, когда его, так сказать, тоже одиозные личности тарили, которые, в итоге, так сказать, не выдержали кризиса. Поэтому, цена на Ростелеком недорогая. А тем более, что, если вот пойдет эта вся тема закукливания, так сказать, сокрытия границ, и у нас останется большой цифровой оператор внутри страны Ростелеком, ну, ему тут работы хватит, чтобы собирать денег со всего. Он же сейчас во всем участвует. В выборах Ростелеком, там, что-нибудь. Около, как, какие-нибудь, так сказать, ну, он всех мелких операторов скупил уже, да, провайдеров интернета. Вот, вот, поэтому Ростелеком ограничен ростом. Ростом, это не глобальный игрок, так сказать, ограничен ростом внутри страны, но расти ему еще есть куда. Золото, нет впечатления, что золото скоро надо будет тарить? Ну, что-то вот по золоту неожиданное снижение, честно признаюсь. Золото я не покупал, а золотодобытчиков держу, они сейчас у меня в минусе. Тарить, не тарить, ну, наверное, все-таки текущее движение по бандам, да, которые мы видим, по нашим, по американским, рост доходности, снижение цен, да, это, наверное, все-таки предвестник инфляции. То есть люди, как бы, либо с опережением, либо по факту уже реагируют. Ну, а золото, это все-таки защита от инфляции, как ни крути. Не так много инструментов, которые в этом смысле могут защитить. Поэтому золото, думаю, что, ну, покупать, не покупать, на текущих уровнях, думаю, что 2000 мы по золоту увидим, вот скажем так. 1700 тоже можем увидеть. Кто есть, у кого есть, надо держать. Я держу золотодобытчика американского, который вот отчитывался на днях, все у него хорошо. Поэтому я, мне не, вот, как бы, держать акции золотодобывающих компаний мне не страшно. А он Баффет его скинул, вашего золотодобытчика? Он Барри Голда скинул, а у меня Ньюмонд. Другой чуть. Ну, Баффет тоже иногда ошибается и порой признает свои ошибки, да. Вот, он Эппл-то купил с опозданием на 10 лет. Поэтому Баффет, конечно, мужчина знатный. Вот, ну, если на него все время ориентироваться, надо, как бы, и вести себя соответствующий тогда, как Баффет. Да, это, это слишком консервативно. Ну, конечно. Хотя, у тебя деньги уже сколько лет, а он, видишь, вот такой консерватизм. Если нам 10 вагонов денег подгонят, то мы будем, как Баффет, вести себя тоже. Ну, не знаю, а если вести себя более, так сказать, резко и подвижно, то денег никогда не будет. Понятно. По поводу серебра. Ну, серебро с золотом соотношение лучше всего смотреть, наверное. Да. Если защиту от инфляции, то, наверное, это золото, серебро. И если вдруг как-то потребление промышленного серебра вдруг начнет расти, все-таки, так сказать, преобразование энергии солнца в электрическую энергию, оно с учетом серебра, с участием серебра происходит, да. Если вот это какое-то пойдет бурное развитие этой отрасли, тогда, наверное, серебро может быть опережающими. Я обратил внимание на риторику Набиулина. Вчера она-то сказала про нормализацию денежной политики в 23-м году. Ну, конечно, обратил. А что, банды наши, вон, длинный конец УФЗ давно обратил уже без Набиулина на это дело, да, что доходности растут, снижение закончено, но нейтральная политика… Мы здесь тоже, как бы, отдельно, как от всего мира. У всех инфляция выше ставки, ну, у развитых стран. У нас она, если становится выше ставки, то это катастрофа для нашего банка. И стремится, так сказать, как минимум нейтральную здесь политику придерживаться. Ну, хорошо, наверное, так сказать, депозиты вырастут, людям будет чуть попроще. И, опять же, меньше будет приток на биржу новых инвесторов. Ну, не знаю, пока в качество не перешло количество. Бали, наши Justine… volumes.